Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что же нам добавили на последней хэллоуинской неделе, так что устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и... поехали! Давайте же посмотрим, что же нам добавили. Во-первых, огрустникам действительно наступила последняя неделя хэллоуинского обновления, точнее, наверное, можно сказать, ивента, но я поздравляю всех с прошедшим хэллоуином, я надеюсь, вы его хорошо провели, даже если отдыхали дома со вкусняшками, это тоже хорошее времяпровождение данного праздника, главное им насладиться. Никси возвращаются, ребят, для меня это все равно дикие магические лошадки, ну в общем, к нам вернулись исландские магики, потом что еще нам добавили, нам обновили препятствия в конюшню золотого листа и также добавили доску. И плюс еще нам добавили в инстаграме бонусный код, который дает нам предмет одежды, так что давайте же переместимся уже в конюшню золотого листа и посмотрим поближе на препятствия, на подарочный код и также потом посмотрим на магических лошадок. И да, ребята, кстати, надеюсь, вы уже успели вырастить в приложении вот эту лошадку и купить ее, если же нет, то выращивайте и кто хочет и кто может, покупайте, потому что это прям вот реалистичная почти стопроцентная гроза и спирта, я советую, я лично ее уже вырастила, но еще не купила. Ой, как тут туманно, ребята, но это все из-за портала, сейчас мы всю эту ситуацию исправим. Так, тут был где-то почтовый ящик, он мне сейчас очень необходим. Где он? А, вот здесь вот. Разумеется, я ввела этот бесплатный бонус-код на все свои аккаунты, потому что грех не получить футболочку с тыковкой. Причем достаточно такой, мне кажется, среднее качество модельки, то есть она то ли новая, то ли старая, непонятно, но мне очень нравится, как она сидит. Итак, давайте же смотреть. Я так и буду в хэллоуинском образе, даже вот со своим шикарным вороненком. Как же я его обожаю. Так, вот в этом загоне нам добавили не то, что препятствия, вы заметили, да, препятствий тут нету в принципе, так что теперь даже в этой конюшне вы можете с чистой совестью со своим клубом заниматься выездкой. Да-да-да, ребята, и нам сделали еще один, еще один загон, в котором можно будет заниматься со своим клубом. Единственное, мне не нравится, что тут нету глазика, то есть эффекта исчезновения здесь пока что нет. Может быть это глюк, может быть это лак, может быть это разработчики не досмотрели этот момент до конца, или они забыли его добавить, но я думаю, что глазик в любом случае появится, так как это становится уже неотъемлемой частью практически абсолютно каждого загона, в котором появляются препятствия, или просто потому, что это место для тренировок, и разумеется, если вы состоите в клубе, вы бы хотели видеть только ваш клуб и больше никого, никого из игроков. Но давайте посмотрим. Здесь точно такая же система, как в загоне в Морленде, вы должны выбрать, какой из предложенных вариантов препятствий поместить в данный загон. Да, к сожалению, сами мы их выставлять не можем, и если мы где-то и сможем, то это, думаю, будет еще лет через 10. Давайте посмотрим вариант А. Я думаю, это тот вариант. Нет, смотрите-ка, это другой вариант, причем достаточно удобный, и он мне, кстати, что-то напоминает. Он почти похож на препятствия в Морленде, но все-таки отличается. Мне это очень радует, что препятствия будут не однообразными в каждом загоне, а у каждой конюшни своя категория препятствий. То бишь, смотрите, ребят, я даю идею вам, особенно для тех, кто состоит в клубе, для директоров и тренеров. Вы можете вообще для каждого загона теперь составлять свою схему, и то бишь у вас не однообразное посещение одного и того же загона или манежа с конкуром, а теперь вы можете комбинировать и выбирать, в какой именно загон на конкур вы поедете со своим клубом. Я считаю, что это шикарная идея, и, возможно, когда летом я возобновлю свои тренировки в своем клубе, я так и сделаю, почему бы и нет. Надо обратиться за этой просьбой к Каролине, потому что человек хорошо составляет схему. Давайте схему Б. Ага. О, смотрите, тут уже тоже другая схема, и она мне тоже очень нравится. Я, конечно, мало чего понимаю в конкуре, но на первый взгляд расположение... Варон, давай-ка ты все-таки сядешь на сумочку. Расположение, первое впечатление о этих препятствиях, как они находятся относительно загона, мне очень нравится. Они не слишком плотно стоят друг к другу, нету тисноты. И мне нравится еще, что, в принципе, я могу поставить своих ребят в центре загона, и они могут, просто прокручивая камеры, наблюдать, как, допустим, надо проходить эту схему во время первого показа, или просто как проходит схему какой-то другой участник. Так что мне очень нравится, я прям оценила. И давайте же посмотрим схему С. Обычно схема С самая сложная, в ней очень много препятствий, они высокие по высоте, и очень заморочены. О, ребята, мне нравится. Смотрите, тут вообще, кстати, странно, но тем не менее. Здесь используется а-ля... Будем считать искусственное оформление. По сути, это можно приписать к тренировочному... Тренировке перед кроссом, что лошадь должна привыкнуть к растительности, камням, дереву. Вот таких вот препятствий, которые находятся, кстати, на основной скачке по этому острову. Да, это остров, можно сказать. На островке таком. Так что я считаю, это очень круто. Да, тут даже есть... Господи... Эй, почему я вечно забываю, как называется это препятствие, честно. Мне каждый раз говорят, я каждый раз записываю и забываю. Я не могу вспомнить, на языке вертится, не помню. В общем, тоже очень интересно, тоже очень нравится. И прям так хорошо. Действительно, я считаю, что разработчики, они сейчас концентрировались на конкуре. Это, конечно, очень так зациклено, потому что у нас уже дофига комплектов с конкурными седлами. Очень много цветов, вариаций. То есть, ну вот посмотрите, я думаю, вы видите, тут почти все, что зеленым будет, это у меня куплено. И вот это, вот сколько всего. Да, я не знаю, зачем мне столько одинаковых седел, почти с одинаковыми характеристиками. Но вот просто. У нас очень много шикарных конкурных седел. Очень много. И я надеюсь, когда-нибудь такое же количество придет к нам с выездковыми седлами. Потому что то, что у нас есть, я считаю, что это уже никуда не годится. Нам уже нужны... Где они тут? Ббва. Вот, то есть, вот они самые крутые выездковые седла. Я других лучше и круче просто не знаю. И они явно уже нуждаются в обновлении. Они уже не стоят на уровне с конкурными седлами, да даже и с вестернскими седлами. То есть, вот у нас выездковое седло, вот последнее... Вест... Ой, да, я не могу посмотреть, но... Ай. Но вы даже так можете увидеть, что уже не тот уровень. Уже не тот уровень, ровно не такой, как и уровень, внешний облик нашего персонажа относительно новых лошадей. Если со старыми лошадками и второго поколения мы еще более-менее сочетаемся нашими персонажами, то третьего поколения уже явно модельками лучших игроков. Да. Так что, ребят, считаю, обновление загона очень классное, очень крутое. Не хватает только глазика. Да. Но я думаю, мы его дождемся, может быть, уже на следующей неделе. А возможно, даже и сегодня. Все же мы знаем, что если разработчики находят какую-то маленькую недоработку, они любят отключать сервера, всех нас выгонять из игры. Или просто при следующем заходе в игру сегодня же вечером, допустим, они сделают дозагрузку кэша какого-нибудь, файла, который как раз добавляет этот глазик. Так, по поводу загона все. Давайте же поедем в Морланд. Там есть сюрприз для тех, у кого есть постоянный старайдер. А в бонусной лавке нам добавили вот такую вот сумку. Причем она кельтская седельная сумка с вышивкой. Сейчас мы ее оденем, посмотрим, как она у нас смотрится. Новая моделька, достаточно светло-коричневого цвета с узорами. Подойдет, мне кажется, к любому кельтскому, друидскому, да и, в принципе, любому вестернскому также комплекту светло-коричневых оттенков. Теперь давайте же посмотрим, где находятся те лошадки, которые вернулись к нам. То бишь, магические исландцы. Почему ты Голд тут? Мне прям тяжело твою фамилию произносить, потому что ты изначально Готланд. Так что, ребят, давайте сохранять исконные фамилии персонажей, а не коверкать их. Я вообще не знаю, зачем это делают разработчики. Но давайте уже, наконец-то, я перейду к новым лошадкам. Точнее, вновь прибывших. Это у нас Никси. В старом названии Дикие лошади Юрвика. Раньше все магические лошадки так назывались. И если ты не жил на Юрвике в то время, то я тебе открываю вселенную, что раньше эти лошади назывались Дикие лошади Юрвика, как и все магики. Продаются они за 399 СК. Скорость у них теперь нормальная. Раньше она была всегда медленной у магических, поэтому они и стоили дешевле. Сейчас это все, насколько я знаю, выпрямилось, выровнялось. И теперь с этим все нормально. Читать уже описания не буду. Вы можете спокойно зайти в игрушку. Доступно даже без старайдера в Морланде все это. И почитать и характеристики, и описание лошадок, которые теперь называются Никси. Которые похожи на слово Пикси. Наверное, потому что разработчики посчитали, что они на них, но очень сильно похожи. Так что, да, на этом обновлении у нас все. Но что же ждет нас на следующей неделе, когда уже закончится Хэллоуин? А ждет нас, как написано на сайте, лошади Юрвика возвращаются со снаряжением стиля Вестерн. Как я это понимаю, к нам придет какая-то, видимо, мини-сюжетная линия с лошадьми Юрвика. Лошади Юрвика это как вот эти бесплатные лошадки сзади меня, которых я называю лохматиками. Потому что, ну, они реальные лохматики. Вот. И с ними, видимо, приедет какая-то новая амуниция в стиле Вестерн. О чем я и говорю. Нам добавляют очень много конкурного, вестернского и ни капли выездкового. То есть, может, вот даже я сейчас смотрю. И самый последний комплект, вот этот вот лохматый, который мало кому зашел. Нет, он зашел тем, кто любит быть на стиле, но не зашел тем, по-моему, кто больше зареализен. Вот если бы была отдельная меховушка такая, как, в принципе, вот потники нам начали добавлять, то это другое дело. Но лохматое седло, оно даже не выглядит как то седло, которое в реальной жизни делают, допустим, из шкур животных, какие-то племена и народы, допустим, севера. Ну, и не только, наверное, север. Я просто не знаю. Вот. Так что ждем, ожидаем. Прощаемся потихоньку с Хэллоуином. Если вы не успели собрать все, что хотели, собирайте, у вас еще есть время это сделать. Также получите вот этого ворона, которого можно спокойно дополучить, дособрать. Главное, чтобы у вас было время и желание. А с этим, кстати, я желаю вам большущей удачи и насладиться последней неделей Хэллоуина. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, читать их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Я буду скучать по Хэллоуину. Субтитры подогнал «Симон»!